Продолжение следует... 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 Ну, после того, как НЭПС вернули, как-то отпала необходимость в верхних торговых рядах. Там были разные советские конторы, в том числе прощание с Аллилуевой, женой Сталина, как известно, проходило там, в нынешнем гемзале, так называемом. А это съемка «Паримач», второй из этих трех случаев приезда западников. Сюда это когда при открытии, не открытии магазина, а 8 утра, когда двери открываются, как все бегут занимать очередь в разных гуманских секциях. Ну и прочее, и прочее. То есть это 15 лет, когда сначала были заморозки, а потом было это оттаивание со всякими разными выбросами, в том числе, например, очень ожесточенное, просто кровавейшее венгерское восстание с линчеванием агентов госбезопасности. И сотрудников Будапештского горкома партии прямо на улице. Ну, с одной стороны, а с другой, не знаю, там, ну вот первая кинокомедия оттепельная. Вот, и комсомолка, которая оголила колени в песне «Улыбка», без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Или вот там «Духи» даже подмосковные вечера в 57-м году выучены. Ну и, конечно, там фестиваль молодежи и студентов. Вот это каждый раз поразительные фотографии, конечно. Конечно, как столько лет воспитывалась ксенофобия и объяснение, что за границей это вертеп разврат, упадка и не знаю ничего. И вот это десятки и сотни людей, которые стоят на крыше для того, чтобы увидеть, как по Садовому кольцу везут иностранцев. Это ведь в Москве, это ведь не где-то в непуганной деревне, да, в краю вечных зеленых помидоров. И везут-то все на все венгров. Это они на крыше дома, где сейчас музей Шалякин. Ну, собственно, он был дома в Шалякин, но просто тогда он не был музеифицирован. Ну и так далее. Ну, не знаю, там, Веркинский умер, или издали Бунина и Бесов, распустили там информ, или там все в наркозы для того, чтобы... Ну и прочая-прочая поэзия вышла на улице, это чтение стихов у Паратника Маяковского. Ну, то есть здесь метод тот же события, люди, явления, просто про другое время, которое раньше, может быть, казалось не очень даже подходящим для такого метода. Но как-то вот по мере того, как все делается, этот проект, я как-то в этом вполне осмелел. И теперь твердо знаю, что это, в принципе, универсальный метод. Можно хоть прошлый год описывать, хоть столетние давности. Вот, вообще, это, в принципе, самое большое, что я сделал в жизни. Ну, в смысле, как вот разовый проект. Ничего больше за раз я никогда не писал. Это 1200 страниц Беловека А4 вышло. Вот. Ну, не знаю, что еще сказать. Советская жеманность Клавдии Шульшенко. Я вчера нашла совсем случайно себя в шкафу, где Моцарт и Грик. Вот. Давайте дальше вопросы, потому что так, я не очень представляю, нужно ли вам рассказывать о том, как хороши вот эти фотографии фурцевые агентства Getty Image. Вот. Может быть, это вас совсем не интересует. Пожалуйста. Поднимайте, пожалуйста, руку, я буду передавать микрофон. Я думаю, что трудно. Давайте вы скажите, а я повторю вопрос, чтобы всем было слышно. Я погромче, пожалуйста. Да, или вы погромче, тоже вариант. У меня два вопроса. Давайте с одного вопроса начнем. В 1953 год вы посвятили к Винскому восстанию две страницы в целом. Разворот это называется, а не две страницы, да. То есть вы, наверное, считали, что это важная события. Ну, пожалуйста, обретение Китаем. Но все-таки первое антисоветское восстание, оно было, в общем, важным показателем, что как только прямо курок от виска отвели, так выясняется, что нихрена не держится. Ну, и все-таки надо отдать должное немецкому народу, то, что 17 июня, когда это восстание вспыхнуло по всей стране, потом в ФРГ со следующего года, вплоть до объединения Германии, отмечалось как день германского единства. Ну, то есть явное было понимание того, что, ну, не получается разделить страну на две. Чего бы ни рассказывал, я помню, как Эрих Хонекер, я сдавал его речи, прости господи, по немецкому языку, в высшем учебном заведении имени Жданова. Он говорил, что даже если социализм победит в ФРГ, то все равно это будут две разные страны. Он настолько разный. Прям, ну, вообще, ничего-то общего. Ну, действительно, одни на Мерседесах и БМВ, а другие на Трабандах и Варбургах. Ну, что между ними общего? Вот, так что, а вас что, вам кажется, что это чересчур? Нет, я просто учусь на Германии и... Ну, вот видите, вот. Как говорил мой товарищ Игорь Свинаренко, который говорил на очень беглом немецком, но даже там у него был украинский акцент, вот, он всегда говорил, о, ты тоже учил язык в Рейхе. Слышу мое произношение, там, как бы, словарь ушел, но начальную фразу, хотя бы сформулировать, вот это всегда удавало, я говорю так плохо, медленно и с большими ошибками. Вот все вытаращивали, потому что это произносилось более-менее, ну, в общем, близко к ординалу. Вот дальше можно было вообще молчать, все были уже довольны. Да. Так что, вот, я думал, что вы скажете, шаады, но раз нет, ну, и хорошо. Да, второй вопрос. О, боже мой, я его не ополномачивал для этого. Вот вы его и спрашиваете. Я ему 20 раз говорил, что публикуйся все, что угодно. Оторвал билетик в кассе, сфотографируй, опубликуй. Все, чихнул, сфотографируй, опубликуй. Вот я почему-то все время фигурирую, а меня потом спрашивают, что вы делали. Да, ну, вы все знаете наперед. И что он в момент опубликовал, и что я в таких случаях говорю. Что после двух командировок я не рассказываю о проекте, потому что впереди еще 24, все еще переменится. А получится, что я уже похвастал. Я ответил на вопрос, согласитесь? Ну, я ушел от ответа, хорошо. Да, дальше, пожалуйста. Давайте на вечер, всем же жарко. Да, говорите. У меня вопрос. А, ну, тоже. Да. Планируется ли Новый Хонгар выйти еще более назад? То есть военные годы, 30-е, охватывать проект знамения? И какие у вас еще проекты разработаны? Ну, вот, в принципе, я могу, самое простое было бы в январе 16-го года выпустить на Мене 2011-2015. То есть как бы следующий вот за этим. Сейчас не очень понятно, какой там будет гаджет, конечно, на обложке. Но, в общем, все остальное поддается логическому объяснению уже сейчас. Что касается про то, чтобы идти дальше вспять, а у нас лучше святого источника ничего нет. Что касается идти дальше вспять, то не уверен на самом деле. Хотя меня уверяют, что все в порядке и так можно. Я не очень понимаю, как так делать войну. Она слишком монотемна. Она как-то слишком... Ну, чего делать? Сталинград и Сталинград. Он выдавливает как бы все. Как бегемот, который, не знаю, в тазик сел. Нет, там больше никакой воды. Ну, что с этим поделаешь? Как это... Что это было? Что после Майдана, кажется, что не может звучать монстр? Да, ну, лучше в таком каком-то духе. После он, оказывается, все-таки может звучать. Но во время все-таки не получается. Вот. Это я не знаю. Что касается еще более древних пор, у меня нет уверенности, что вот таким вот образом разбиваемое на действительные события, люди, явления, которые резонансны в чем-то сейчас, но при этом были действительно резонансны тогда, можно описывать более древнюю пору. Так ли? Ну, я не знаю. Предположим, смена Ягоды на Ежова еще. Я могу представить, что можно как-то понять, зачем это вот в таком формате знать сегодня. Но смена Горемыкина или Штюрмера в дореволюционной России, премьеры, так вот как здесь можно описать Маленкова, хотя он вам тоже вроде бы не сдался, ни зачем до тех пор, пока вы не наткнетесь на его фамилию в этом томе. Вот это я не знаю. Хотя меня уже стали уверять, что нет Сухомлинов и Штюрмера, это тоже интересно. Но я в этом как-то не очень уверен. Если второй человек, кроме того, который меня уверял, по-моему, это было на встрече в Доме книги на Новом Арбате. Второго я не стрягчал еще такого человека. Если еще меня кто-то в этом уверит, я как-то задумаюсь. Пока никаких конкретно планов нет. Даже и на том 2011-2015 не существует пока договора с издательством. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вот есть ли у вас выпущенных вами намерений какая-то любимая, к которой вы больше отдаете предпочтение? Нету. Я их все делал. Они все мои. Я их все люблю. Нет. У меня к этому профессиональное отношение, а не к тем, как я люблю 1965 год и какую личную неприязнь испытываю с 1977. Нет. У меня нет такого взгляда на это. Я не очень даже понимаю, как такое может быть. Это вопрос каждый раз добросовестного описания, такого, которое бы с одной стороны передавало какие-то черточки, вот что это такое было, да, вот это у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, предположим, да, а с другой стороны, ну, какая-то ненавязчая форма связать сегодняшнюю практику с тем временем, что люди почувствовали... Все равно люди читают про людей, про их страсти, про их представления, о прекрасном, о ужасном, да. Сравнение мое, быть может, грубовато, но я имел в виду зайчат, вступивших в НАТО. Вот когда такая цитата, она понятна, как коррелируется с сегодняшним днем, то тогда вот и хорошо. Но это не значит, что я люблю вот эту басню Михалкова или ту песню Шульженко. Да, пожалуйста. Как Вы охарактеризуете, вот я был на Вашей встрече в декабре прошлого года, в последнюю время. И вот сейчас, да, вот что за этот год прошло с Вашей точки зрения? Ну, немножко. Это в декабре был Господь сна. Да, в Москве был, по-моему, 3 декабря. Нет, вот так, вот эта книжка выходила в марте прошлого года. Ну, не суть. А Вы что, в это время здесь не жили? Вы так спрашиваете меня. Нет, Вы обычно все-таки рассказываете не только о... Ну, мне кажется, что это было все время время сужения возможностей. Сужение свобод, служение гражданских инициатив, способов самовыражения людей, в известной степени сужение поля бизнеса тоже было. Всевозможные запретительные меры. И, с одной стороны, и протекционистские по отношению к другим каким-то экономическим субъектам. Ну, вот какой-то такой тренд был. Не радостный. Для меня, как для русского человека, совсем не радостный. Ну, вот за это время моя родина, там, наша родина, явно стала менее свободной страной, чем была. Ну, кто-то говорит, что это и хорошо, что разговорчики в строю. И, ну-ка, на первый и второй рассчитайся. Вот, и давайте выявим национал-предателей, которые шакалят у иностранных посольств. Конец цитаты. Вот, но... Я не хочу искать внутреннего врага. Мы это все проходили. Но, в том числе, с этим сознанием, я в том числе, писал эту книжку. Для понимания того, что, боже мой, нам предлагается и еще раз вот тех же щей да поджиживлей. Вот. Ну, я думаю, что вы, судя по тому, каким тоном вы задали этот вопрос? Вы сами это все знаете. Нет, я о том, что год назад Украина была в одно и сейчас в другое. Не страшно, что? А через год что у нас будет? Страшно, конечно. Конечно, страшно. Что вот можно на ровном месте, то, что раньше называлось без всяческого объявления войны, такое сотворить, конечно, страшно от этого. Да. Пожалуйста. Вообще, как я так считаю, я стал профессиональным журналистом и в свое время очень... Вопрос задайте, а то мне неловко такое слушать. Вопрос в следующем. Почему вы так часто меняли проекты, намедленно закрывали, закрывали, меняли ли действия, обозримели каналы, то есть... Канал я не менял. Как я меня... Меня сменили на канале, это было дело, а я ничего не менял. Ваш был конфликтный человек? Не знаю. Просто вам было интересно? Не знаю. Нет, мне было интересно, конфликтный человек, я не знаю, кого-нибудь другого спросите. Вот. Вроде, ну, как бы понапрасну, вроде не скандалил. Хотя, может быть, и по-другому люди думают. Не знаю. Не знаю. Сложилось так, как сложилось. Я использовал те возможности, которые есть. Вот. Я работал на телеканале НТВ, если вы говорите про ушли и менял, я бы работал 14 лет. И работал бы себе, и дальше. Не я ушел, меня ушли. Вот. Что касается того, что потом фильмы выходили на первом, никакой другой канал мне ничего не предложил. и не предлагает до сих пор. Вот. И в том числе «Цвет нации» в этом году, вот, 12 июня, вышел на первом. Ну, и что дальше делать? Ну, вот, чего? И можно выпускать книжки. Вот, чего могу, то делай. Могу копать, могу закапывать. Вот, копаю, закапываю. Может быть, я как-то слишком скандально при этом держу лопату. Но это следующая вопрос. Давайте про качество копки. Вот. Все-таки. Да, пожалуйста. Пожалуйста. А сколько это вы намерены продлить этот проект «Цвет нации»? Потому что это совершенно необычный проект. А чего там продлевать? Проходин-Горский умер. Число его фотографий, конечно, 1900. Если их смотреть все подряд, то они довольно монотонны. Это не слишком телегеничное собрание. Ну, в целом, понимаете, да? Он фиксировал разные города. Они довольно похожи друг на друга. Ценность в том, что вот такой вот был Златоуст, а такой вот был Путивлию, словно говоря. Ну, там и там. Это одно-двухэтажные дома и возвышающиеся среди них православные храмы. Так вот навалом, ежели их смотреть, все какие телегеничные примеры для каких-то телевизионных тем, мы оттуда все выбирали. Мне нечего больше сказать, кроме того, что я там сказал. Я попробую немножко. Что меняются технологии, сейчас какие-то другие возможности визуализации. И может быть в этом изменения... Ну, что же я еще раз приеду в деревню Топорню от того, что компьютер нового поколения позволит еще каким-то образом заанимировать этих троих девочек с черникой и малиной урожая 1909 года. Ну, как-то... Все-таки способ выражения этого материала, он состоялся таким, как есть. Достанет ли жизнь и спустя, не знаю, там 25 лет принципиально другими способами посмотреть на коллекцию Прокудина-Горского, когда точно сменится время и сменится поколение зрителей, и сменятся наши представления какие-то, да, и возникнет новая актуальность этих 1900 цветных негативов традиционной России, ну, тогда другое дело. А сейчас, когда фильм в этом году вышел, представлять, что его теперь переснять каким-то иным манером, ну, или я вас не так понял. Я не так помню, это подобные, конечно. А, подобные. Ну, что значит подобные? Ну, он был такой один, цветной фотограф Сергей Прокудин-Горский. Это способ посмотреть на тогдашнюю страну в сегодняшних стандартах изображения. Все, история закончена. Все, что... Я не вижу, чего тут может быть подобного. Будет что-то совсем другое, совсем... Не то чтобы бесподобное в хорошем смысле слова, но точно не подобное этому фильму. А книга будет? Книгу, вы знаете, к сожалению, мы делали с Зваракин-Муромец. Это оказалось не слишком рентабельно, мягко говоря. Вот, то есть силу я потратил, сделал из этого такой телевизионный комикс. Вот, но... Там, по-моему, был тираж 5000, и то он не разошелся. Вот. Ну, в общем, это как-то... Как-то с этим не случилось. Да, пожалуйста. Такое бывает нормально. Да? А расскажите о конкурсе, который в УГЗЖ проводили, по подводу фотографий. Вы знаете, что... Там технически не я был оператором, скажем, этого конкурса, но довольно много фотографий здесь из частных собраний, безотносительно сейчас конкурса, довольно много есть. Вот, например, там кепки, не помню, 47-й или 48-й год. Вот кепки — это частная фотография. Есть еще... Ну, еще там есть несколько снимков, когда это частные снимки. Сейчас вот не возьмусь. Вот Бильярд, например, это тоже частный снимок. Какие-то есть снимки из коллекций наследников. Например, фотография Бунчикова и Нечаева. Это дочка Бунчикова. Ну, такие были знаменитые дуэт, тенор и баритон. Вот то, что называли «Ход мальчиков и Бунчиков». Вот, или вот фотография Лидии Андреевны Руслановой из уголовного дела, то есть на Лубянке снятая. Это Маргарита Владимировна Крюкова, ее дочь. Ну, то есть дочь генерала Крюкова, которая была у дочери на Руслановой, передала. Так что довольно много таких снимков, которые сейчас на этих. Вот, но... Землетрясение в Ашхабаде тоже не Тасовский снимок. Ну, вот так вот я на скидку какие-то вещи называю. А вот кепки, например. Это замечательная фотография, позволяющая видеть, что все-таки мужчина старше 7 лет должен был в то время быть обязательно в кепке. Это неприличное иначе. Значит, какой-то мужик. В первый класс пошел, а без кепки ходишь. Ну, что это? Вот. Да, пожалуйста. Да. Ну, давайте, вы уже задавали. Давайте, а тут мне просто совестно надо поскорее переходить к подписанию документов. Такое количество народу в верхней одежде, в таком парилке. Все, здесь мы закончили, здесь у нас ничего нет. Ну, тогда вы единственное, кто настаивает, и дальше будем подписывать. Да. Я просто хотел узнать по поводу темы Цветнации. Ваш, я думаю, по фильму понятно, настроение, которое у вас возникает при подготовке. Вопрос. Вот эти наметения. Когда уж усобраны материал, какое у вас общее настроение было? Послевкусие от эпохи, что ли? Знаете, сложный вопрос. Очень много разного. С одной стороны, есть всехобеждающая сила человеческого такого быта. Может быть, даже Мещанского, как о нем писали тогда. Но вот отгородить какое-то пространство, где нет партии правительства, и тут вот салфеточки будут, радиоприемничек, Аленушка на камушке висит, что-то такое. Дочка в институт поступила, сын вот сейчас из армии вернется, вот свадебку, глядишь, сыграем. Вот как-то она, жизнь вот и идет. Ну, там надо чего-то, какую-то лояльность куда-то туда, в общем, адресовать, ходить на какие-то собрания, еще что-то. Но вот все равно побеждает вот это, в конце концов, при ближайшем рассмотрении. Вот Криптишин, по случаю, купили отрез на рынке. Еще что-то. Это с одной стороны. С другой, конечно, страшный выморок массы людей, которые так легковерно отдавали свои лучшие надежды и лучшие годы абсолютно химерическим бредням и жутким этим представлениям об окружающем мире. И вот все эти рассказы, вот как Софья Петровна, я всегда привожу, мне всегда кажется, что это очень важная такая вот реплика этой эпохи. Ну, такое внешнее сознание этих людей, которые живут в этом мирке, когда стоят в очереди, отоваривают карточки и говорят, ну, или там какие-то талоны, заказы к празднику, говорят, что нам-то что, нам-то все-таки тот, селедку к 7 ноября подбросят, то гречку к 1 маю. А ведь страшно подумать, как живут люди в странах капиталов. Вот. Ну, и так далее. Ведь и верили в безродных космополитов, и в врачей-убийц, и в том, что целину распахаем, и мы будем есть досыта, и все на свете, и товарищ Белий не оправдал доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков. Это же тоже, понимаете, и обращение к читателям большой советской энциклопедии вырезать страницу вот с такой-то, вот с такой-то в пятом томе, и портрет между страницей, и вклеить увеличенную статью, кроме Белингового моря, еще про Белингов пролив, вот такой вот величины, ровно той величины, какой была верного, на проверного продолжателя дела Ленина, и ближайшего соратника великого Сталина. Лаврентия Павловича, значит, вот, «Цветет берись и алычами для Лаврентия Павловича», для Климента Ефремовича и Вячеслава Михайловича. Может, на них бы не стоило бы и алычи-то даже тратить. Вот, ну, вот это тоже, конечно, вот это сожаление огромного количества обманутых жизней, прошедших в каких-то иллюзорных представлениях о том или о другом. Хотя и 60-е в этом смысле, в смысле обмана надежд, я всегда вспоминаю вот такую пронзительную песенку из Таёжного цикла Пахмутовой «На встречу утренней заре» по ангаре, по ангаре. «Верят девочки в трудное счастье». А им не достанется потом счастья ни легкого, ни трудного, никакого. Вот ведь беда-то в чем. И они потом, скорее всего, будут говорить, это что, моя жизнь прошла при застое? Увы, прошла. Вот это, конечно, химеричность вот этого соцлагеря. Они, не стесняясь, себя так называли. Удивительное дело. Но люди не слышали просто, что происходит. Ну, как бы вот что-то звучит, а дикость звучащего, она, понятно, со стороны, а взгляда со стороны нет. Потому что вот как бы вещает один вещатель. И он всегда прав. Вот. Это, конечно, горько. Вот. Ну, это как-то я чего-то. На этой оптимистической ноте давайте перейдем. Да, пожалуйста, если вы наставите. — Ну, какие типички? Начало концерта коммуналок. — Да. — Вы имеете в виду условия коммуналок? — Нет. Ну, там в Лиде объяснено. Ну, понятно, что коммуналки были еще и там в 20-е годы, и в 30-е, и прочее-прочее. Вот. И хотелось их как-то затронуть. Дело в том, что в 57-м году там есть постановление, на него ссылка. Решение о том, чтобы в новом жилье все-таки впредь проводить посемейное заселение. В том смысле, что, строя новые дома, мы все-таки не владеем в них дальше коммуналок. Мы вот как бы на этом остановились, их и так слишком много. И давайте попробуем их начать расселять. Ну, чем, собственно, и была хрущевская программа массового жилищного строительства. Ну, вот эти пятиэтажные хрущевы, так называемые. Вот. Это же было прежде всего расселения коммуналок, уж совсем нетерпимых, ну, бараков и полуподвальных помещений. Так что нет, это начало конца. Ну... Ну, а в нынешнее время, в нынешнее время, что, нет, что ли коммуналок? Я же говорю, начало конца. Да, конец еще не наступил окончательно до сих пор. Что вы будете делать с 12-комнатными квартирами присяжных-поверенных на Каменноостровском проспекте? Никогда в Питере не будет жить такого количества миллионеров, как в 1913 году. Это невозможно, скупить это жилье. Вот, да, увы. Это остается... Все-таки вы имеете на Сталинске. Почему Сталинске? Ну, 20-е годы это еще не Сталинске. Они сразу после революции возникли. Еще и до Сталинске. Всякие коммуналки. И сейчас они продолжаются. Они что, Сталинске, что ли? Они благополучные и Хрущевскими побыли, и Брежневскими. И пережили Медведева, и нас переживают. Да, давайте мы перейдем. Секундочку хотела, дамы и господа, обратите ваше внимание. Но, во-первых, если можно, пожалуйста, да, мы сейчас уберем. Вот на этой странице мы подписываем книги. Пожалуйста, раскрывайте предварительно. И, пожалуйста, секундочку, подождите. Очень организованно, чтобы у нас проходила автокосессия. Пожалуйста, выстраивайтесь в очередь вот слева направо. Вот так вот мы выходим и проходим мимо. Ольги. Широкий стоп, плохо слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...